Как вы считаете, в каком состоянии сегодня ядерные вооруженные силы России? Ну, они-то постоянно брязкают, мы там вот выведем, у нас там все есть, там штаты даже не знают, что у нас есть. А есть ли оно? Ну, просто исходя из качества и количественного, извините за тавтологию, качественного качества российской армии, ну, к их ядерке много вопросов. Много вопросов к ядерке, точно так же, как ко всему остальному. То есть надо исходить из того, что если в стране все продано, если в стране нет армии, если в стране нет обычных классических вооружений, то где гарантия, что в ядерной области что-то лучше, чем в остальном мире? Потому что на самом деле ядерные силы Российской Федерации достались в основном от Советского Союза, они старые, их надо поддерживать, их надо восстанавливать, в них надо заменять какие-то части, это довольно муторная и очень дорогая работа. У Российской Федерации нет инженерных кадров для этого дела, у Российской Федерации нет кадров, которые были у Советского Союза хотя бы. Плюс у Российской Федерации огромные проблемы с носителями, потому что самые большие ракеты делала Украина в Днепре, в Днепро, на Южмаше. Российская Федерация не умеет делать эти ракеты, об этом специалисты давно уже говорят. Жидкостные ракеты Российской Федерации, это ракеты, которые, если они заправлены, они не могут служить дорого, потому что этот самый гептил, который в них заправляется, это ужасно токсичное и коррозийное вещество, которое разъедает все стенки той ракеты, в которой они заправлены. То есть те ракеты, которые стоят на боевом дежурстве, эти ракеты через пять лет надо выбрасывать просто, выбрасывать физически, они уже никуда не полетят, потому что если поджечь это топливо, то разлетится ракета сама по себе, то есть она недостаточно прочная. По этому поводу, плюс к тому же, мы видели, что когда Путин провел внеплановое учение с приведением в полную боевую готовность, в том числе ракетных войск Техокеанского флота, они не состоялись. Он уволил после этого главкома, там что-то пошло не так, как планировалось. И больше того, когда вот по последнему договору с американцами, новый старт так называемый, по нему были некие потолки. И вот эти потолки Российская Федерация, то есть там потолки, допустим, 700 носителей, там 1600 зарядов, 700 носителей. Вот, Российская Федерация имеет заряда, но не имеет носителей, у нее не хватает даже сил, чтобы не только нарушить этот договор, в смысле больше настроить, они даже не могут, даже то, что разрешено этим договором, они не могут сделать. Американцы, кстати, тоже. У Путина нет новых ракет. Сармат в прошлом году один единственный был, запустили его 20 апреля. В этом году попытались 19 февраля или 20 февраля запустить второй Сармат, он упал где-то тоже со второй ступени, не сработало. То есть все не работает. Но проблема в другом. Состояние этих ядерных сил, безусловно, должно быть плохим. Кстати, когда Путин объявил 21 февраля во время выступления перед Федеральным собранием о том, что он приостанавливает инспекции, это лишнее доказательство, что у них все плохо в этой области, потому что вот по логике, это, кстати, я уже говорил не один раз, Путин угрожает Соединенным Штатам Америки, НАТО и всему миру своим ядерным оружием. Он говорит, да, у нас все плохо во всем остальном, но вот есть у нас такая дубинка, вот она работает у нас классно, все замечательно. И он говорит, что, но мы приостанавливаем инспекции нашего оружия. То есть, казалось бы, если у тебя работающее оружие, позови американцев, позови НАТОвцев, покажи, как оно у тебя работает. Вот оно есть у меня, все нормально, все, вот посмотрите, лежит, ждет только момента, как бы на вас улететь и вас там разбомбить. А он говорит, нет, мы инспекции отменяем. А это значит что? Значит, нечего показать. Значит, проблемы с показаниями, с работой, с сохранением этого оружия. Он выводит крейсер из Северного флота на учение, куда-то ведет в Индийский океан, вооруженных новыми, новейшими ракетами Циркон. И говорит, вот теперь, ну все вам, ребята, дрожите вообще, это вот самое оружие грозное, его никто не может ни сбить, ни определить, ничего. Ну, прибывают в район учений, и он говорит, а ракеты у нас не полетели. Ну, то есть мы не хотим их, мы решили их не пускать, а решили провести пуски компьютерные этих ракет. А что ж тогда плыли? А что ж тогда плыли? А зачем тогда рассказывали, что у вас есть эти ракеты? То есть либо ты их предъявишь, что они у тебя летают, либо зачем надувать было щеки? А вполне возможно, что они туда приплыли, может быть, попытались запустить, а ракеты не полетели, например. Или там какой-то сбой на старте, они сказали, ну его нафиг, неизвестно, чем это закончится, давай отменим-ка лучше. То есть вот все, весь комплекс этого дела нам говорит о том, что, конечно, там все-таки проблемы есть.